Учение о Боге Начнем мы с вами с разговора о многобожии. Многобожие. Одна из самых знаменитых цитат Бригама Янга звучит так. Я не знаю, сколько существует богов, но никогда не было такого времени, когда богов не было совсем. Один из самых известных богословов Мормонской Церкви, апостол Брюс МакКонке, писал. Для нас, если говорить в правильном конечном смысле, эти трое, то есть Отец, Сын и Дух Святой, являются единственными богами, которым мы поклоняемся. Но помимо них существует бесконечное число святых личностей, пришедших из бесчисленных миров, которые были возвышены, то есть которые стали богами по окончании земной жизни и таким образом являются богами. Это учение о множестве богов настолько исчерпывающе и славно, что простирается и охватывает каждую возвышенную личность. Те, кто достиг возвышения, являются богами. То есть в учении мормонов мало того, что сама по себе троица представляет собой трех отдельных богов. Мало того, что вокруг существует еще бесконечное множество других личностей, которые тоже достигли божественного положения. Но еще и каждый человек, ныне живущий на земле, потенциально тоже имеет возможность стать богом. То есть количество богов на самом деле числяется миллиардами. Это только самые-самые скромные подсчеты. Интересно, что при всем этом мормоны категорически не хотят признавать, что они исповедуют многобожие. Они говорят о том, что мы действительно верим во многих богов, но поклоняемся только одному богу-отцу. И поэтому нас нельзя назвать многобожцами. Однако интересно, что в стандартных словарях, толковых словарях языковых, слово многобожие толкуется как поклонение многим богам или вера в существование многих богов. То есть того факта, что они говорят о многочисленных богах, существующих во Вселенной, уже достаточно для того, чтобы называть их многобожцами. Тем более, что как мы читали у Брюса МакКонки, он говорит о том, что мы поклоняемся трем богам. Отцу, сыну и святому духу. Что автоматически делает их многобожцами в любом понимании. Но даже если допустить на минуту, что оговорка мормонов имеет смысл, все равно их вера не является библейским монотеизмом, библейским единобожием. Потому что Писание говорит нам о том, что есть только один бог и других богов не существует. Книга пророка Исаии говорит об этом совершенно замечательным образом. Начиная с 53 главы, несколько глав, которые Исаия пишет, буквально по шагам, по пунктам доказывает любому читателю, что есть только один бог, другого бога быть не может. И сам бог не знает никакого другого бога, кроме себя самого. И никакого другого бога никогда не появится. Есть только один бог. Это учение, которое в Библии существует, начиная с книги Бытия и по книгу Откровения. Единобожие – это фундамент, на котором построено учение Писания, учение Библии. Интересно, что в официальных писаниях Мормонской Церкви это великое и славное учение о многобожии постоянно двигается на задний план. О нем очень редко и очень мало пишут и говорят. Так, например, совет богов, на котором якобы было принято решение создать землю и населить ее, теперь обтекаемо именуется Большим Советом или Предземным Советом. А при изложении сотворения мира монотеистической версии книги Моисея явно отдается предпочтение перед политоистической версией книги Авраама. Иными словами, когда-то мормоны очень часто говорили о том, что когда бог сотворил вселенную, он собрал совет всех богов и они вместе решили создать землю и населить ее. Сегодня это стыдливо называется Большим Советом, чтобы не упоминать существование многих богов. А когда мормоны говорят о сотворении мира, они забывают про то, что в книге Авраама говорится о том, что боги сотворили этот мир и ссылаются гораздо чаще на книгу Моисея, где сказано, что это сделал один бог. То есть, учения о многобожии существуют, но мормоны об этом предпочитают говорить поменьше. Мы с вами только что сказали, что книга Авраама это единственный документ во всем корпусе мормонских писаний, где хотя бы допускается или утверждается существование многих богов. Все остальные документы мормонских писаний говорят о том, что есть только один бог. Вот, например, как это выглядит. Книга Мормона, книга Алма, 11 глава, 29 стих. 26, с 26 по 29 стих. Там очень интересный контекст. Дело в том, что в этой главе сталкиваются два человека. Один человек это очень нехороший человек, который настроен против бога и вообще исполнен всяких злокозненных идей и является слугой сатаны, по сути дела, который пытается разрушить все дела божие. Божий пророк, который зовут этого человека Зизром, и он говорит с человеком божьим, с пророком, которого зовут Амулек. И вот нехороший Зизром задает Амулеку вопрос. Ты говоришь, что есть истинный и живой бог. Амулек, божий пророк, говорит, да, есть бог истинный и живой. И тогда Зизром сказал, есть более чем один бог. И Амулек отвечает, нет. Божий пророк в книге Мормона, 11 глава книги Алма, говорит о том, что есть только один бог. Другого бога не существует. И мы с вами уже читали отрывок из книги Моисея, из «Драгоценной жемчужины», где говорится, что нет бога кроме меня, и все сущее пребывает предо мной, ибо я все знаю. Учение и заветы, как и прочие документы в составе образцовых трудов, обходят вопрос о количестве богов почти полным молчанием. Однако, есть одно интересное упоминание, о котором стоит, наверное, здесь сказать. В 121 разделе учений и заветов, 32 стих, упоминается о совете вечного бога всех других богов. Совет вечного бога всех других богов. То есть, бог называется богом всех других богов. И есть также два упоминания о том, что воскресшие в конце времен священники по чину Мелхиседека, соединившиеся с женами целистиальным браком, тоже будут богами и сынами божьими. Это 76 раздел учений и заветов и 132 раздел учений и заветов. Это такие достаточно поверхностные и скользкие упоминания о том, что богов будет много, но какие-то упоминания в книге учений и заветов все-таки есть. Ну, как мы уже с вами сказали, Библия на протяжении всего своего текста говорит о том, что есть только один бог. Однако, интересно, что мормоны в подтверждении учения о многобожии ссылаются на ряд библейских текстов. Вот давайте посмотрим, как мормоны это делают. Первое послание Коринфянам, 8 глава, с 5 по 6 стих. Первое Коринфянам, 8, 5-6. Это классический текст, который мормоны используют для проповеди многобожия еще со времен Джозефа Смита. В этом отрывке мормоны делают акцент на словах «Есть много господ и богов много, но у нас есть один бог-отец». Они говорят, что в этом тексте на самом деле идет речь о том, что вообще богов существует множество. И господ существует множество. Просто у нас с вами, как у людей, знающих истину, есть только один бог-отец, которым мы поклоняемся. А вообще богов существует очень много. Однако, в действительности, такое толкование этого текста является классическим примером пронебрежения контекстом. Потому что, когда мормоны цитируют этот отрывок, они каждый раз начинают цитату с 5 стиха. Но 5 стих начинается со слов «Ибо» и сам по себе является комментарием к тому, что Павел сказал немножко раньше. А в 4 стихе Павел пишет «Мы знаем, что нет иного бога, кроме единого». Ибо хотя и есть так называемые боги, потому что есть много богов и господ много, но у нас есть только один бог, которым все и мы им. Когда мы читаем этот текст в контексте, совершенно очевидно, что апостол Павел о богах во множественном числе говорит как об идолах, о так называемых богах. И когда он говорит, что у нас есть один бог-отец, Павел всего лишь противопоставляет христиан языческому идолопоклонству, о котором идет речь в 8 главе. Тем самым людям, которые как раз верят в то, что господ много и богов много. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Еще один текст, который мормоны часто приводят, это 81-й Псалом. Помните, когда я сказал «все вы боги»? Сказал «вы боги». «Бог стал сонами богов», среди богов произнес суд 1 и 6 стихи. И впоследствии в 10 главе Евангелия от Иоанна Господь Иисус Христос подтверждает, что эти слова на самом деле являются Божьим словом. Мормоны считают, что в этих текстах присутствует наиболее ясное указание на то, что существует множество богов. Однако, на самом деле, если внимательно присмотреться к этому тексту, то понятно, что такого вывода отсюда сделать нельзя. Наиболее важным моментом для понимания этого текста является правильное понимание значения слова «элохим». Вопреки общепринятому мнению, это слово может обозначать не только бог или боги, но также судьи или ангелы. И, с одной стороны, учитывая единодушное свидетельство Писания о том, что есть только один бог, переводить его словом «боги», как это сделано в синодальном переводе, наверное, не совсем правильно. С другой стороны, в 7 стихе есть указание на то, что «элохим», в котором бог обращается в этом псалме, они смертны, умрете как человеке и падете как всякий из князей. Что исключает толкование этого слова, как указание на ангелов? Следовательно, у нас остается только одно предположение, что речь идет о людях, которые облачены какими-то судебными или властными полномочиями. О людях, которые возносят себя до уровня богов, до людей, которые имеют право судить других людей и решать их участь. Такое толкование подтверждает целым рядом иудейских источников, в том числе Пишиттой, Таргума Манкелоса, толкованиями Раши и Ибн-Изры. И такое толкование имеет несколько прецедентов в тексте Ветхого Завета, например, Исход 21.6 и Исход 22.8.9. По всей видимости, те судьи, к которым обращается Господь, они присваивали себе божественную титул или божественную власть, но использовали свое положение для личной выгоды. Ну и, соответственно, еще одним указанием на то, что в 81-м салме идет речь о людях, является то, что в 10-й главе Евангелия Туанна, когда Господь объясняет эти слова, он говорит о том, что богами были названы те, к которым было обращено Слово Божие. То есть, опять же, люди. Интересно, что с таким толкованием 81-го псалма был согласен и мормонский апостол Джеймс Телмодж. В 1915 году он издал книжку под названием «Jesus the Christ», то есть «Иисус Христос», которая выдержала много изданий и до сих пор считается классическим богословским сочинением мормонов. И в одном из примечаний к тексту он писал следующее. В псалме 81-6 «Судьи, облеченные полномочиями по указанию свыше, названы богами. На этот отрывок спаситель сослался, отвечая иудеям, в притворе Соломонова». То есть, не только изучение текста библейского показывает нам, что, скорее всего, мы имеем дело с людьми в данном тексте, но еще и, по крайней мере, один очень уважаемый мормонский толкователь был согласен именно с таким пониманием библейского текста в данном случае. Хотя, к сожалению, российские мормоны чаще всего Джеймса Телмоджа никогда не читали, несмотря на то, что на английском языке его книжка очень распространена. Еще один текст, на который мормоны ссылаются, книга «Бытие» 1.26, где Бог говорит о себе во множественном числе. Мормоны полагают, что это множественное число указывает на то, что в сотворении мира участвовали многочисленные боги, как об этом говорится в 4-й и 5-й главах книги Авраама. Однако, подобное толкование не только противоречит последовательному единобожию Библии, но и утверждению о том, что мир был сотворен единственным богом, который содержится в собственной мормонской книге Моисея. 1-я глава, 6-й стих и описание сотворения мира во 2-й и 3-й главах. То есть, на самом деле, мормонские писания сами говорят о том, что есть только один бог, который сотворил всю эту вселенную. Это то, что касается учения о многобожии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok